Добрый вечер, друзья! Сегодня мы подведем итоги первенства и чемпионата Республики Дагестан по плаванию и поговорим о мероприятиях, которые пройдут в этом сезоне. У нас в гостях Аскандар Адамов, президент Федерации плавания Республики Дагестан и Ахмед Раджабов, главный тренер сборной Дагестана по плаванию. Добрый вечер, друзья! Салам алейкум! При все, наверное, Аскандар, вопрос к тебе, как к президенту Федерации. Насколько конкуренция повысилась у нас в сборной? Есть ли новые имена? Что показало это чемпионат и первенство? Вы уже знаете, прошел чемпионат и первенство Республики Дагестан по плаванию. Проходило два этапа, 18 и 20 февраля. Мы 18 февраля проводили первый этап среди 7-8 годов. Мальчиков и девочек, юниоров и юниорок. В 25-метровом бассейне. Второй этап у нас проходил в 50-метровом бассейне в городе Каспийске. Он является отборочным чемпионатом на СКФО, который пройдет в ближайшее время. Начало марта 6 по 20-х чисел. В целом, есть результаты. Есть практически уже создана сборная Дагестана по плаванию, по окончанию соревнований. Есть хорошие результаты. Ребята показали, если мы возьмем сейчас 20-е число чемпионат Дагестана, он был в основном сборная команда участвовала Дагестана и резервная команда. Первые номера. Первые номера с третьим взрослым разрядом. Вообще, результаты, конечно, были моменты, где ребята не показали свои возможности. Но, тем не менее, мы знаем, что психологические были моменты, связанные именно с бассейном, моментами. Но, тем не менее, мы довольны результатами. Надеемся и на СКФО показать более лучший результат. На сегодняшний день, Ахмед, у нас в Дагестане только два мастера спорта России по плаванию. Это Руслан и Тимур Гасановы. Насколько ребята приблизились хотя бы к званию, я не знаю, кандидатов в мастера спорта, к мастерским показателям по итогам этого чемпионата и первенеста? Ну, пока ребята в данный момент показали первые взрослые разряды. Это Адамов Адам, Зарепилов Гаджи Мурат и Курбан Алиев Юсу. Ну, остальные, да, динамика роста именно вот к разрядам. Дети приближаются, с каждым разом улучшают, улучшают. Ну, мы смотрим за ними, наблюдаем. Честно говоря, неплохо выступают дети на данный момент. Ну, исходя из того, что у нас есть на данный момент, все идет, как бы сказать, в нужное русло. Ну, кого можно выделить из юношей, скажем так, кто показал хорошее время? Ну, вот время показал, допустим, Курбан Алиев Юсу, показал хорошее время. Есть юноша у нас Адамов Адам, из взрослых Зарепилов Гаджи Мурат хорошее время показал. Юниоры есть, Кираев Умахан у нас есть, нормальное время показывает. Есть Джабраилов Магомед Камиль, как и на баттерфляе, так и на вольный стиль, тоже показывает нормальные результаты. Ну, стараются ребята, да. Есть среди них искра, вот зажглась, и они вот стараются. Потому что, когда они участвуют на СКФО, от КССКФО, СКФО, они стараются и выполняют те задачи, которые мы перед ними ставим. Вот если сравнить, скажем, с показателями по СКФО на Кумару, они наши ребята, наши пловцы, юноши, юниоры. Конечно, нам, нашим ребятам, надо еще работать над этим. Ну, техническая база, конечно, у нас не такая, как у них в Москве, в Питере, в Волгограде. Ну, исходя из того, что мы сегодня имеем, вот при поддержке Минспорта, который действительно все, что возможно, делает для того, чтобы наши ребята занимались. Ну, у нас неплохие результаты, если мы будем сравнивать сейчас с Северным Кавказом, вот, и даже Южный федеральный округ возьмем. У нас мы в тройку входим, в тройку или в двойку входим среди северокавказских регионов. Это с какими регионами в тройку? Ну, давайте вот так перечислим Ингушетия, Чечня, Чеченская республика, Ставропольский край, Южная Осетия. Это все те, которые участвуют на СКФО. Вот у нас, вот вы даже знаете, наверное, вторые и третьи места мы занимаем общекомандные, по большому счету. Потому что Ставропольский край, он давно развивает в плавании, у них очень много соперников и числа из девочек даже возьмем. Чуть сложновато, конечно, с ними бывает бороться, но, тем не менее, у нас в плане результаты неплохие. Вот если мы так будем сравнивать показатели, конечно, до Волгоградской школы, там, или до Митерской, там, дальше далеко. Мы-то лидеры плавания, скажем. Мы-то, да, лидеры плавания. В стране? Да, только мы начинаем развивать, мы около 10 лет, можно сказать, развиваем этот вид спорта. Но 10 лет тоже мы занимались, вот, Ахмед знает, как мы занимались, это в частных клубах, и развивали, как бы, и родители помогали, проводили своих детей. Вот, как-то мы вот так собрали вот эту команду, вот, но нету технической базы той, которая действительно нужна на сегодняшний день для плавания. Ну, мы надеемся на перспективу в этом плане, то есть у нас есть и перспектива, и развитие, и есть понимание среди министерств спорта Республики Дагестан, вот, и министрам Сажидовым Сажидовым, который относится к этому виду спорта, достаточно так увлекается, смотрит, и всячески пытается поддержать, и в любых вопросах считается нужным где-то вот участвовать даже. Так что мы надеемся на хороший результат, однозначно. Ну, давайте вернемся к нашему первенству и чемпионату. В каких дисциплинах? Это вольный стиль, кроль, я не знаю, на спине, баттерфляй? Да, баттерфляй, вольный стиль, брас и кроль у нас дисциплина. Ну, допустим, Адам Аладам, он больше идет в дисциплине вольного стиля, он, показатели у него улучшает именно в кроле, пока он на первом взрослом разряде, но уже приближается к МС, к кандидату мастера спорта, также Зарепилов. Гаджи Мурад, да, Гаджи Мурад, Курбан Алиев, Юсуф. Юсуф тоже, он как и кролем, так и на спине плавает. Есть у нас спинист Махтибеков Гаджи, баттерфляй у нас Джабраилов Камиль, Магомед Камиль выступает, который, ну, на данный момент лучшие показатели, лучше по времени плавает, да, в республике. Это первые номера. Гераеву Махан у нас брасист есть, хорошо работает. Есть у нас Валишев Саид, у него есть ребята хорошие, которые плавают на брас. И вообще вот спортивная школа Старт, да, она вот дала нам базу, мы у них тренируемся, в их спортивной школе работаем. И на данный момент, да, большая им благодарность за это. Вот там развиваем и готовим детей, да, но есть у нас, как сказать, рост в этом направлении, да. Ну, среди девочек даже, Ахмед, дополню, среди девочек у нас вот Меджида Вадарина есть, которая уже участвовала на ИСКФО, она тоже хорошие результаты показывает и сама-сама по себе стремится повысить свой уровень. Вот, и Меджида Вадарина, она и отобрана на ИСКФО, который предстоит нам выехать. Есть Гадисова Саидат, есть, которые, они и заняли первые, вторые, третьи места. И Даудова Камила, которая тоже отобралась на ИСКФО. Вот мы вот эту тройку девочек тоже выделили и, как бы, надеемся на их результаты. Седьмой-восьмой год, юниоры, девушки, они уже стремятся, чему-то стремятся. Новые звезды появились у нас, не знаю, среди юношей, юниоров, девушек? Ну, Гераева Махан, мы уже его вычислили, он восьмого года, паренька, он еще по своему возрасту не может участвовать на Северо-Кавказском округе. Ну, мы надеемся, у нас есть потенциал, тот самый резерв, о чем я говорил, резерв до 30 человек, они все являются, третий взрослый разряд выполняют норматив, вот, и мы выходные из ИСКФО, мы знаем с первым разрядом, вот, но для стимуляции, конечно, мы идем навстречу, как-то вот стимулируем команду. Вообще, спортсмена стимулируем, потому что без тренировочного процесса самого, то есть соревновальческого процесса, нам тяжело выполнить, даже ребятам тяжело выполнить хороший результат. Ахмед, вопрос к тебе. Насколько тренерский штаб республиканской сборной готовит к участию ИСКФО, скажем так, целенаправленно в каждой дисциплине, может быть, у кого как-то лучшие результаты? Трудно, наверное, во многих дисциплинах показывать лучшее время. Ну, да, конечно. В этом смысле, кого можно выделить, кто где силен, скажем, кто на спине, кто вольным стилем, кто баттерфляем и так далее? Ну, вот я же выделил, допустим. На кого мы можем рассчитывать на чемпионат ИСКФО? Это, опять же, я повторюсь, Адамов Адам, Зарепилов Гаджумрат, это они все вольный стиль. Курбан Алиев, Юсуф, да, спина, как у него, так и вольный стиль есть. Махтибеков Гаджи тоже, как на спине, так же и вольным стилем он силен. И его брат Махтибеков Абдул тоже вот сейчас, как нам начал результаты показывать, который вот сейчас, в данный момент мы его включили в состав сборной, да, который будет участвовать на чемпионате и первенстве ИСКФО. Амаров Шарап есть у нас, который хорошо начал результаты показывать, как и в Кроле, так же и в Брасе тоже можно выделить. Но есть много ребят, которых, да, можно выделить. Но на данный момент просто наша задача, чтобы они улучшали время, показатели, да, чтобы они шли к первым разрядам, чтобы мы могли их спокойно вывозить на чемпионаты и первенства. А так, динамика есть. Девочек, вот я же говорю, можно отметить Даудову Камилу. Ну, она у нас, получается, вольным стилем, все дистанции у нее. Меджидова Дарина тоже как в вольном стиле, так и в спине она, и в Брасе плавает. Это 100 метровка или? У них там разные дистанции. 50-100-200, есть самая длинная дистанция до полтора тысячи. Да, хочу задополнить, Ахмед, я вот насчет дистанции, да, вот вы говорите, стили какие. Да, стили, конечно, они все, они, да, мы, 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 они все изучают стили, они по всем дистилям плавают. Но здесь, когда речь идет о конкретном пловце, например, здесь мы смотрим на его, на его дистанцию. Дистанции они бывают, 100-50-200, вот кто-то, может быть, на 1500 может выстрелить. Вот у нас есть такие, вот даже в данный момент Курбана Ильи Юсуф, он чуть идет на длинные дистанции. Вот 800-1500, это немаловажно, это кто-то на коротких дистанциях выстреливает. Вот Адам, и, ну, он и длинные берет, и короткие дистанции берет, и он, в принципе, и там, и там себя показывает хорошо. Да, у него выносливость хорошая на эти дистанции. То есть это стайр? Да. Ну, он и спринтерский плавает, и стайрский, но у него идет хорошо, но именно вот на эти все дистанции он более такой подготовленный и выносливый на них. Можно и как в стайлер, так и в спринтерах стоять его, проблем нет. Сколько человек отобрали для участия на чемпионате СКФО и будут ли какие-то учебно-тренировочные сборы? 14 человек у нас сегодня представлены. Это основной состав? Основной состав, да. Чемпионат, основной состав, там среди них есть резервники, несколько человек, которые тоже мы отобрали для того, чтобы соленоварческий процесс у нас не нарушался. Мы все время дополняем молодыми, перспективными пловцами. Вот. И в целом, я думаю, среди них три тренера. Ну, это я уже называю команду, та, которая будет... Это наставники сборной дагестанской? Да, наставники. Там и Ахмед, как тренер по чемпионату, и Пихина Мария, тренер по первенству, она идет. И Владимир Гасанов, он как делегат, участник делегат команды. И судья от первого разряда, это я буду представлять, так как я имею первую категорию судейскую, и, естественно, вот мы вместе, и, конечно же, Тимур Попов, который тоже будет по первенству, как тренер. Вот. Команда у нас из 17 человек. Недели две осталось до чемпионата первенства СКФУ. Вообще, где базируется сборная? Ну, как-то нужно, наверное, готовиться к этому турниру. Ну, в данный момент мы пока готовимся, вот, в спортивной школе старт, это на территории Земфиры бассейн, и Анжиарена, это в Каспийске, на 50-метровом бассейне. Короткая вода у нас 25 метров. В старте в спортивной школе проходит все тренировочный процесс и Анжиарена. Ну, ребята тренируются два каждый день. День они тренируются в маленьком бассейне, 25-метровом стандартном, а через день они тренируются в 50-метровом бассейне. Вот. Так как у нас чемпионат первенства СКФУ, который будет проходить, он будет в 50-метровом бассейне проходить, то есть стандарт. Вот. У нас два чемпионата Дагестана, два чемпионата СКФУ и два чемпионата России. Есть в 50-метровом бассейне, который будет проходить, есть в 20-метровом, который будет проходить уже в сентябре месяца, да, где-то вот так. То есть, разные стандарты бассейновые. Естественно, когда ребята тренируются в 50-метровом бассейне и выступают уже, им легче намного, они, естественно, должны тренироваться. Ну да, он больше для выносливости этот бассейн, чем нежели для тренирования. А в основном весь процесс проходит? Немного тяжело будет, конечно, тренироваться, то есть, выступать нашим ребятам, так как у нас 50-метровый бассейн недавно появился относительно. Но, уверен, ребята быстренько втянулись в этот процесс. После 20-метрового бассейна им переключаться на 50-метровом тяжело бывает. Естественно, поэтому ребята покупают абонементы и ходят каждый день, однозначно плавают, тренируются и готовятся на выход. На сегодняшний день, наверное, пловцам Дагестана трудно соперничать, наверное, по популярности с борцами, скажем, вольного стиля. Которые занимаются чуть ли не в каждом селе, наверное, не говоря о городах. Если взять популярность плавания, где больше развита Махачкала, понятно, еще города. А районах, наверное, здесь рановато говорить. Да, Каспийск, соответственно, потому что в Каспийске тоже есть у нас тренера, которые занимаются. Те же тренера, которые занимаются махачкаляне, отдельно занимаются и в Каспийске, тренируют детей. Вот недавно мы подключили город Хасавюрт. Там имеем три бассейна. Вот они, естественно, частные на сегодняшний день. Но сам директор бассейна, хозяин, он относится очень хорошо к спорту. И всячески поддерживает. Мы даже проводили там среди любителей чемпионат. Там два 20-метровых бассейна мужские и один женский. Отдельно он стоит, три бассейна в целом. И как муниципалитет Хасавюрт уже участвовал даже на сегодняшний, то есть на тех соревнованиях, вот на чемпионате Дагестана. В Буйнахске есть бассейн, который тоже работает. Но вот в связи с тем, что вот с 2019 года были ограничения в связи с пандемией, немного Буйнахск, конечно, немного сдал назад. Тренировок было все меньше и меньше как-то. Но мы надеемся, что как муниципалитет в Буйнахске все равно работа ведется. И мы будем всячески поддерживать, чтобы мы развивали этот вид спорта в Буйнахске. Буйнахске – это единственный бассейн на территории Дагестана, который, я так понял, муниципальный бассейн у нас. Было время, когда вы там проводили и перенесли чемпионат Дагестана и Сняши. Да, да. Нам деваться некуда. Мы ездили в Буйнахск, проводили там. Мы начинали оттуда, да. Помимо чемпионата и перенесли СКФО, какие мероприятия планирует в федерации провести у нас в республике? Какие турниры в этом сезоне? В этом сезоне. Вот мы, я начну с прошлого сезона, 21-й год, мы проводили на открытой воде свимка в Дирбент. Совместно с Министерством спорта Республики Дагестан и профессиональной лигой плавания города Москва. Мы проводили на открытой воде фестиваль водных видов. Пяти проходил он два дня. Это эксклюзивное событие было для Дагестана. Это массовые спорты мы развивали заодно. Но администрация Дирбента нас, конечно, поддержала в этом направлении, всячески помогала. И это мероприятие прошло, конечно, с таким широким глазкой. И всем понравилось. Один из городов России присутствовало, 113 человек было заявлено. Там были среди них очень много профессионалов и любителей. Даже наша команда дагестанская тоже выставлялись. И проходило два дня. Первый день 5 километров, второй день 3,5 километра, 2 километра и 1 километр. Вот. Четыре дистанции было. Это на берегу моря. Прямо по берегу плавали. То есть было зрелищно, интересно. Подключен был МЧС, служба безопасности. Все вот в таком уровне мы провели чемпионат. Конечно, это было шикарно. В этом году мы намереваемся опять провести этот чемпионат. И мы в следующих годах тоже будем, надеюсь, проводить при поддержке Минспорта. Вот. И единственное количество участников будет намного больше. Вот. Мы на сентябрь месяц где-то планируем провести этот чемпионат. Мы информацию дадим заранее. Вот. Около 200, может быть, 150, 200, 250 человек будет заявлено. Вот. Первый день мы проведем в Дербенте. Второй день мы будем проводить на Сулатском каньоне. Также у нас будет в Сулатском каньоне будем участвовать в проведении еще двух заплывов с другой организацией, с Питерской. Это на открытой воде? На открытой воде, да. И около 13 километров. Вот. Будут, конечно, там будет заявка. Можете посмотреть на инстаграме нашем. Там мы будем выкладывать, чтобы кто хочет записаться, то есть участники будут записываться. Никаких проблем. Мы будем рады видеть всех. Всех любителей. Любителей в Дагестане плавать у нас много. Мы же на территории берега Каспийского моря. Ну, так что, я думаю, участников будет. У меня много желающих даже есть среди любителей. Потому что многие приходят в офис и хотят, чтобы плавать, участвовать в ассайновании. Также мы, я думаю, у нас стандартный календарный план, я вам так могу озвучить, в сентябре месяце мы проведем чемпионат на 25-метровом бассейне, который пройдет. Это по взрослым? По взрослым и юниорам, юношам, которые будут отбираться опять-таки на ИСХФО уже на 25-метровом бассейне. Это будет в сентябре месяце. Также мы 9-го, где-то приуроченных 9-му маю с комитетом города проведем городские соревнования. Они будут являться отборочными соревнованиями на чемпионат Дагестана. Ну, и среди школ, которые у нас проводят свои личные соревнования. Так что сам весь соревновательский процесс у нас достаточно увеличился. Мы раньше проводили 1-2 мероприятия, но этого балла мало не хватало. Детей много, очень много пловцов сейчас. У нас две школы муниципальные, то есть отделения, я бы сказал, плавания. Два, не муниципальных, а федеральных отделения плавания. Два у нас. Это школа старт, КБУ, Дюшес. И новая школа, Парус, которая недавно начала работать. Там есть отделение плавания. И мы надеемся, что... Каким критерием отбирают вообще на плавание? И есть ли какой-то возрастной ценз? Есть критерии. Есть перед тем, как идет отбор, есть нормативы. Нормативы есть. Ну, там обычные нормативы. Там, естественно, и растяжка нужна. Там нужна физическая немного нагрузка, чтобы ребенок почувствовал. Есть отбор. Каждый ребенок, который приходит, записывается в школу, 7 лет прием идет. У него есть определенные задачи, задания, которые он должен выполнить. И он, конечно, не умеет плавать, мы его только будем учить. Но физически он должен быть развит. Развитый должен быть. Есть много детей. Я знаю, что даже многие дети стоят, ждут в ожидании, пока их не время наступит. Так как школа, она у нас не резиновая, маленькая. То есть она заполнена полностью, школа. И в течение двух месяцев, что ли, их тренируют. Потом проходит отборочный, стартовые соревнования. Они должны проплыть определенную дистанцию. Каким-то стилем. В последующем, если он не проходит, мы дополняем уже новичком, который будет заменять его. Главный тренер сборной Дагестана ставит какую-то, я не знаю, какую-то задачу перед ребятами на чемпионате СКФО. Есть какой-то медальный план? И на кого рассчитываете? Ну, медальный план, да, есть, конечно. Сейчас самая главная у нас задача, вот ставки ставим, да, опять же, на Адамова Адама, Зарепилова Гаджи Мурада, Курбана Леева, Юсуфа. То есть это уже испытанные бойцы? Испытанные, да, вот есть, сейчас молодежь, вот мы подготовили тоже, да, Махтибеков Гаджи, вот Шараб, Гадисова Саидат. Гаджидова Дарина. Гаджидова, да, Дарина, Даудова Камила. Вот ставки и на девочек, как и на девочек, так и на мальчиков ставим, да, чтобы они улучшили процесс и чтобы они шли. То есть у них должна быть задача перед ними не стать там кандидатом мастера, а стать мастером спорта по плаванию. У них у всех задача, и они к ней, как сказать, плодотворно идут к этой задаче. Пока у нас задача такая, чтобы они стали мастерами спорта. Ну, мне остается пожелать удачного выступления на первенстве и чемпионате СКФО в Астрахани и побольше золотых медалей. Спасибо. Спасибо за это. Спасибо вам тоже, да. Напомню, сегодня мы подводили итоги первенства и чемпионата Республики Дагестан по плаванию. У нас в гостях были Аскандар Адамов, президент Федерации плавания Республики Дагестан и Ахмед Раджабов, главный тренер сборной Дагестана по плаванию. С вами был Гаджим Радзио Дюнов. Всего доброго. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин